Так, друзья, пришел на следующее утро в сарай. Киевлянка одного придавила, но эти все более-менее. И Нюрка. Нюрка настреляла сама по себе. Вот эти пришли. Вроде бы насчитали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двина. Тут один был под нею придавленный, но я витянул живый. Нюрочка. Нюрка настреляла, да? Сколько ты их настреляла? Это Нюрка я покрывал ландрасом. Хаврат мне присылал ландраса из Сумской области, Серега Хаврат. И я ее прикрыл ландрасом. Из комплекса у них, ну, короче, хороший ландрас. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать. Пятнадцать, пятнадцать живых, и один не живый, шестнадцатый. Сейчас буду их вон лампу быстро повесить, и их туда на обогрев. Давай, туда, иди туда. Они уже сухие, выгриди. Так, что так, друзья. Давай, вот еще бегает. Ландрас, давай, ландрасы, туда все. Давай, и тебе туда, давай. Хорошие такие. Какие-то такие крупнотели, крупнокосные такие. У нас и нюрка же не маленькая, и плюс ландрасык. Я думаю, будет отлично. Сейчас, короче, их убираем усе. Ну, а тут, а вы видите, что все живенькие. А один, конечно, раз придавило. Було таки. Ничего страшного. Хорошо, что одного. А так, отлично, что они привыкли лезти под лампу. И лезут под лампу, уже меньше вероятность, что придали. Тетя Нюра, тетя Нюра, мы забрали и всех сюда поховали. Да, их 15 или 16. Дивиться, какие от ландраса. Все били, как с них. Ландрасы с кантором, ну, должны быть на откорм, я думаю, хорошие такие гигантики. Это у меня первый раз, что я покриваю ландрасом кантора. И посмотрим, что воно будет. Вы все греетесь и не будете потом кричать. Хотя они теплые в сарай. Я вчера все витяжки позакривал, все позатикувал, чтобы как чувствовал. А в Нюрке молока не было. Думаю, так, это на следующий день. Нет, вона после киевлянки. Это получается, аматор покрив киевлянку. И вот тоже киевлянка ушатала аматора. И на второй день я покриваю Нюрку искусственно. Пришли дозы ландраса. Я покрив от Сереги ландрасом. Так что, Серега, ты все спрашиваешь, какие поросята. А вот такие от ландраса, что ты мне присылал. Привет тебе, твоей семье и спасибо. Вот такие они. Все получилось, все слава богу. Я думаю, только один был предавлен под ней. Я думал, предавлен, я его достал из-под ней. А он так еще и расшатался. Наверное, будет другий пират, какой сконтуженный. Ну, короче, вот так, друзья. Наблюдаем. Так же, друзья, по поросята мягким скоро уже два месяца. Как они себя чувствуют. Значит, напоминаю, кто уже забылся. Цим у нас будет 60 дней от рождения. А эти, и эти, на 10 дней меньше. Ну, а эти уже таки. Экссессив там, яких хлеба немає. Все, в принципе, плюс-минус нормальди. По поносам нюансы были. Не скажу, что не было. Но они такие незначительные и не страшные. Вот это из барашкиного виводка. А это самый маленький. У него задний, ну, задний, типа, окос, бачите, чуть-чуть нестандартный. Вона на него наступила на заднюю часть. Ну, клея все, ну, вот, стоит в росте. Ну, а так, в принципе, длинненький, хороший. И эта сторона. Это же, это те самые, что будет 60 дней. Вот они. Какой вес, не знаю. Ну, надо взважить. Выберу время, взважим, який примерно будет вес в 60 дней. Ну, веса, я думаю, не будет такого, как в предыдущих. У нас было 35, 37, 30. Я думаю, таких колоссальных не будет, под 40 кг в 60 дней, потому что их у виводку, оцех было 16 штук, а оцех было 15 штук. Но все равно результат будет непоганый в 60 дней, потому что, ну, кушают хорошо, ростут хорошо. И, соответственно, гибрид очень хороший, у которого очень хорошие темпы роста. Поэтому энергия роста, прежде всего. И также, там мне пишут, что рацион корма – это одно, а свиньи должны быть это другое. Да, я согласен. Свиньи должны быть не переведены, який должен быть гибрид более-менее, или там двухпородный, трехпородный, ну, хоть и четырехпородный, чтобы оно, ну, все, як бы, если там дюрок, вандрас, петрен и крупнобила, то оно нормально ростиме. Если с комплекса трехпородный, F1 покрыто дюрком, это вообще как хорошо ростиме. Ну, и так дальше. Понятно, есть такие уже, оно переведено, нахрестено, там так, что оно не ростит. Это даже не обсуждается. Вот видите, задняя часть этого пороста, трошки нестандартная. Ну, тем не менее, выжив, ест, ну, конечно, будет от всех отставать. Те уже трошки поднялись. Ну, я так, ну, для меня трошки поднялись, а кто их давно не видел, скажет, подросли, не подросли. Ну, так вроде бы непогано, непогано. По поносам, были нюансы, ну, чтобы сказать, там, какие-то сверхъестественные, какие-то там очень проблемные. Нет, не было такого. Было так же, поштучно. Там в одного, там в двух, а так как-то было. И в основном дрыстали ось эти. Оцени, я не знаю, чего, ну, или что самое большее едят. Ну, то есть, тут был понос, и так же, ось на днях. Оцени было пару штук. Ну, как-то оно вовно, то есть, то нет, то есть, то нет. Ну, а сейчас вроде бы, ну, ничего не скажешь. Нормально, ростут. Всі, сколько их тут, ну, считать не будем, по-моему, 30 штук. Всі живи здоровы, все хорошо. Пошли четвертые сутки поросятам. Сейчас показываю, кто остался, кого придавили. Ця мадама сидит, как обычно, на стулочке, уже здоровенькая, а все равно привычки остаются старые. В Киевлянке четвертые сутки десять живых. Кнопу она придавила, и перед этим я показал тоже. А це четвертые сутки пішли, то есть, перед этим пару суток никто никого не давил. Ну, ось, десять живеньких. Качей. Нюрка по ландрасам. Было двенадцять живых. Сегодня утром обнаружил уже одного придавило. Я-то его откинув сюда під лампу. Вон он. Ось лежит. Ну, он придавленный. Ще шевелится, может, оклеяет. Ну, я его разтормаживал, не разтормозився. Ну, дригається. Я его под лампу положил, то есть, их осталось одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одиннадцать живых. В ухо уже начинают у них ландраситы. Уже загинаются. Ось, бачите? Ну, хай может. У меня кибор такий самый був. отыйдет. Тут одиннадцать живых. А это самое главное, чтобы они бегали под лампу. Ну, цих уже мы привчили. Они там поедят и там. Ну, а ци вообще прекрасно. Ци постоянно там под лампой. Бачите? Петрен. Вот. Як вам Стас, хочу Петрен свиномазку. Это просто бешенство, я не знаю повышенной категории. Оце и обезьяна. Ну, два сапога пара. Вот. Представьте мені зайти до неї. Ну, вот таку клетку. Вот она с поросятками бегает по клетке по оцей. Это просто нереально. Она же меня ухватывает и все. Бачите, как представьте поросят брать. А вот дивится кантор по тренде урок. Нюрочка, нюрочка. И лазиш біля поросяц, допустим, я їх беру. Біжіть туда під лампу. Біжіть. Ще мамка не корма, не зове. Біжіть. Ландраці. І вот нюрка. Поросяц, беру спокойно. Да, нюрашка? Біжіть туда, біжіть. І ось обезьяна. К примеру, показываю. Така тоже горковита, це вона щас ест, просто типа як занята. А так тоже самое. Тут скільки їх? 8? 8 так і є. Ну, вони вже здоровенькі. 8 штук так і є. Барашка нормально восстанавливається. Под'їдалась уже. Машка тоже нормально восстанавливається. Я їх кормив усіх хорошо після тьома. І ну, такі, більш-менш повостанавливалися. І проглистогонові кормив хорошо. Так що так. Ось так, друзья, по поросятам. От у Нюрки, який був шикарний опороз. А бачите, бувають нюанси. Уже 11. Я вже не помню, скільки було. Це я просто знімаю вже на четверті сутки по поросятам. Перед цим ще відео знімав, треба повикладувати. О, він дригає ножками і все. Я думаю, це вже гаплик. І кнопа теж спокійна. Так? А ось дивіться, мама чолі. Ось так, хвача, 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 хвача. Ухватить, да? повна кормушка, так слабенька, ясть надо менше ссыпать. Ага, 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 ага. Оп, це вже хвачануло, да? Києвлянка. Ух ти, заразюка така. Ухватить мене хочеш, так? Оце твоя благодарность. Аматора, ушатала, серце схватило на тобі. Ага, 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 куди там? Вунчуку, Вунчуку, Вунчуку. Ого. Ага, ух ти ж зараза, я її помідори, яблука, вона таке. Ось, іди не траси, іди туда, взагалі, ось лисий, як этот. Іди туда, під лампу, грійте. Тоже ще хвостини купюровані, трошки підзатягнулося, треба купюровать, вже четверті сутки, а цим почти п'ятніше. Ось так. Та хорош уже, угоманить. Угоманить. Короче, а так, друзі, от вважався, хто, що, як, цю будемо скоро вбирати, місце з тюленями. Тюлень, сьогодні, поїхав другий тюлень, вже, по Україні, по своїм покупателям. Так що, друзі, а так, і треба, трошки позже, туди, дні через 15, вберемо. Заровенько, така вже вимахала, кнопа. Та лягай вже. Ось так, друзі, ось так, пропанкайся, пропанкайся, пропороживаєш, запоросяд. А потім думаєш, зачем їх продавати? І оставляєш собі. Свиноматок небагато, тому, більш-менш, справляємось, всіх поросят оставляємо собі, тому що, і самим треба. Якраз, я так посчитав, ми вкручуємося, якраз, поочередно, на відкорм, пускати одних, других, третіх, і круговоротик таких. Хай очі свиноматок буде менше, щоб був замкнутий круг. Своя свиноматка, своє поросяд, свій корм, своя реалізація. Це буде, я думаю, правильній нема. Якщо є свишні поросяд, то продати. Мені не треба на інтернеті, казати на каналі, я продаю поросят. У мене їх і тут, багато хто з наших місців, багато хто спрашує, тільки позвони, щоб продати. Поросят приїхав, забрав та і все. І тут, ось цих, мене теж забирають, половину, ну це наші, знакомі. Коротше, отак. Оце ж, воно так засипає, засипає, а потім, як засне, вона на нього ляже, а він як спить, ідіть, кевкаєте, ідіть туди, ідіть, кевкаєте. Біжіть туди, кевкаєш тут, кев, кев, біжіть туди, як ліпешки, як котяшки, біжіть туди, біжіть, воно раз туди, біжіть. Бачите, один вже дергається. Ох ти зараз, така, ще не впіймаєш, заразючка така. Біжі сюди. Та лежи вже, віддихай, хто тебе трогає. От уже ж, так, що так. Фу, отакі-то перожулі, жулі, жулі, перожулі. Не забувайте, ставить, друзі, хвостики вверх, ілі вниз. Все, поїли, починається пісня. Щас начнут. Оці ж, дві, дві сістрі. Щас начнут. Серенады. Все, всім пока. Субтитрувальниця Оля Шор